Глава региона Юрий Бездудный раскритиковал работу подрядчика, который занимается реконструкцией дороги по улице авиаторов. Он категорически запретил мэрии принимать работы, пока подрядчик не устранит все замечания. Подробнее расскажет Александра Литкова. Согласно муниципальному контракту, реконструкция дороги по улице авиаторов должна была завершиться 1 сентября текущего года. Сейчас подрядчик общества с ограниченной ответственностью «Опора» работает в режиме штрафных санкций, так как ведет работы с отставанием от графика почти на месяц. Контракт должен быть закончен 1 сентября, сейчас уже с октября. Основное поводло, как вы видите, положили. Осталось доделать съезды с дороги, заменить щебень, вернее, грунт у спусков на щебень. В общем, процесс идет. Контракт с подрядной организацией был заключен прошлым летом. Стоимость работ почти 80 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета и городской казны. Реконструкция дороги проводится в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Большая часть работ уже выполнена. Однако их качество оставляет желать лучшего. Я категорически запрещаю принимать такие работы. То есть, ну, нас не поймут жители просто, если мы примем такой асфальт. Во-первых, они укладывали его, дождались того момента, когда пошел дождь. То есть, пока была солнечная погода, у них не было настроения укатывать асфальт. А как только пошел дождь, ливень, они стали укладывать этот асфальт. Что получили в итоге? Это не асфальт. Такие работы принимать нельзя. Поэтому вызывайте подрядчика и сразу обозначайте все наши замечания. Кроме некачественного асфальта, местных жителей волнует расположение 24-х дренажных колодцев. По их мнению, из-за такого планирования тротуар местами заужен и резко обрывается. Что может привести к травмам как пешеходов, так и велосипедистов. Осенью, видимость очень плохая. Сколько школьников у нас возвращается и идут в школу? А сейчас зима будет, и будет очень травматична эта ситуация. Строители объясняют такое расположение наличием газопровода, который в проекте не был учтен. Подрядная организация предложила закрыть данные участки листами железа после согласования с заказчиком. При этом стоимость контракта может быть увеличена. Точной даты установки плит в организации не назвали. Это сделано из-за того, что был кривой сделан проект, не учтен газопровод и изменения в плане это не по нашей прихоти сделано. Надо это все дело согласовать, укрести и на какие средства это будет сделано. Все-таки цена утвержденная и выше не может быть. Что-то где-то уменьшится и заменится на это, на вот эти изменения. С рабочей инспекцией на объекте побывал экс-спикер городского совета депутатов, ныне сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев, а также представители регионального отделения партии «Единая Россия», курирующие реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Как стало известно, окончательно сдать объект в эксплуатацию подрядная организация намерена не позднее 30 октября. Александра Литкова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...